Итак, вы наверняка зашли на это видео, потому что хотите узнать, что такое призраки в Half-Life 2. Что ж, если вы играли, слышали или знаете про гоночные игры, то вы должны иметь представление. Лучшим примером служит Дрекмания, цель которой побивать своё время снова и снова. Знакомо, правда? Проще говоря, призраки — это повтор ваших действий, совершённых в прошлом, но в настоящем. Не самый трудный концерт для восприятия. Наибольшую ценность они несут в спидранах, поскольку позволяют отслеживать каждый шаг, совершённый в предыдущих ранах. Так что, как их сделать? На самом деле они существуют уже около 10 лет, являясь частью Гостинг Мода, отсюда и название. Однако, шли годы и спидранеры стали находить новые трюки, часть из которых ломала призраков. Впрочем, больше нет. Мы починили их, также исправив несколько недочётов и добавили полезные функции. Далее вы узнаете, как их установить и настроить. Если у вас уже есть наличие Гостинг Мод или спидран сборка на его основе, переходите по этому адресу и из двух данных опций выберите ту, что нужна вам. Все отличия между ними заключаются лишь в механике движения, АБХ или обычный банихоп. Для своего примера я возьму версию с движением из Half-Life 1. После вы должны распаковать содержимое архива в корневую папку Гостинга, заменив требуемые файлы. В обратном случае, если вы начали с ничем и у вас не было установленного Гостинга на компьютере, рекомендую использовать лаунчер HLSR, который сам в пару кликов поставит вам последнюю версию мода со всеми исправлениями. Далее мы пока ещё не заходим в игру, потому что нам нужно создать специальный конфиг, связанный с призраками. В корневой папке мода откройте папку с названием KFG и файл с именем AutoExec. В свободном поле введите следующие команды. Они служат персонализацией вашего призрака. GHName отвечает за имя, GHGhostColor меняет цвет самого призрака и GHTrailColor меняет цвет хвоста. Цвета нужно указывать в RGB формате. Самый быстрый способ узнать нужные цифры можно, написав в Google запрос ColorPicker, который выдаст палитру с автоматической конвертацией в RGB. Хочу добавить, что после записи вы не сможете изменить эти настройки, так что будьте внимательны, что вы вписываете. Теперь важно. Напишите команду GHAutoRecord. Она отвечает за автоматическую запись призрака с начала Арана. И в 99.9% случаев вы хотите, чтобы она была включена. Теперь запускаем игру. Чтобы начать запись, достаточно просто начать Аран. Ежели вы хотите записать призрака вне Арана, используйте команду GHRecord. В обоих случаях для остановки используется команда GHStab. Хотя, если вы добежите до конца игры, то запись остановится сама и переименует файл с итоговым временем. Типа. Но всё же я настоятельно советую даже в конце останавливать запись самому. На всякий случай. Чтобы воспроизвести демку вне Арана, достаточно прописать GHPlay и название демки. Все демофайлы хранятся в папке Runs. Для проигрывания призрака во время Арана надо использовать команду GHAutoPlay. Однако, если вы хотите ранить против нескольких призраков, добавляйте их в строку, отделяя слэш между друг другом. Чтобы не повторять это каждый раз, вы можете закинуть команду в AutoExecConfig. И это всё. Теперь вы можете ранить с призраками ВМЕСТЕ! Вы также можете ранить против чужих призраков, передавая друг другу файлы своих демок. В моде также присутствует внутриигровой интерфейс, отображающий название призраков, их расстояние от игрока и их направление от игрока. В дополнение, вот ещё пару полезных команд. GHOpacity – меняет непрозрачность призраков при воспроизведении. GHOpacityRange – меняет расстояние, при котором призрак становится прозрачным к игроку. GHModel – меняет модель призрака на указанную в команде. Надеюсь, я помог ответить на ваши вопросы, и если вы столкнулись с проблемами, пишите их в комментариях. Может, кто-то вам и поможет. Ну и я. Ладно, бай!